Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире на телеканале Магистал стартует проект «Резонанс». В нашей стране создается очень много организаций, фондов, которые оказывают поддержку в развитии бизнеса, помогают предпринимателям начать дело, ну и, конечно же, оказывают поддержку в развитии собственного бизнеса. В студии у нас гости Жанар Ермихамбетова, главный менеджер по программам повышения компетенции регионального филиала фонда «Дому» и Анастасия Щеголева, финансовый агент Центра обслуживания предпринимателей фонда «Дому» по Магисталской области. Уважаемые гости, как вы поняли, уважаемые телезрители, как вы поняли, говорить мы сегодня будем о фонде «Дому». Тема нашего эфира – фонд «Дому. Надежная поддержка». Добро пожаловать к нам в студию, уважаемые гости. Я думаю, что для наших телезрителей мы сможем открыть новую, дать новую интересную информацию, что на сегодняшний день актуально, по каким программам молодые предприниматели, начинающие предприниматели и действующие предприниматели могут получить поддержку от фонда «Дому». И первый мой вопрос, Жанар Бахетовна, будет вам. Какие наиболее актуальные программы для жителей региона фонд «Дому» может сегодня предложить? Добрый вечер, Динара. Спасибо большое за такую возможность, участие в программе. На самом деле существует ряд программ поддержки предпринимательства, то есть программа «Дорожная карта бизнеса-2020» надействует до сих пор, в которой есть финансовые инструменты поддержки бизнеса. Хочу отметить, что у нас с августа месяца стартовала программа поддержки, программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. На 2017-2021 годы. Преимущество программы в том, что поддерживаем мы не только малый бизнес, но и микробизнес, то есть охват предпринимателей. И по данной программе есть очень выгодные и хорошие условия для предпринимателей, как начинающих предпринимателей, так и действующих предпринимателей. Я вкратце расскажу про условия, чтобы было понятие. Это ставка 6%, очень такая выгодная. Максимальная сумма займа – это 18 миллионов тенге. Цели могут быть как на инвестиции, так и на пополнение оборотных средств. Что еще? По данной программе по Казахстану выделено порядка 11 миллиардов тенге. По нашему региону мы получили 250 миллионов тенге. В данной программе участвуют банки-партнеры. В этом году это является Сбербанк России и Банк Центр Кредит. Небольшую статистику тоже могу привести. То есть уже с августа месяца программа действует. Обратилось очень много предпринимателей. На сегодняшний день мы уже остроили порядка 135 миллионов тенге. Уже выдвинуло около 10 займов. Порядка также 10 проектов уже утвердены банком второго уровня. В основном все проекты, помимо того, что они получили кредитование в рамках программ массового предпринимательства, они также получили финансовый инструмент, называется гарантирование. То есть многие предприниматели, когда не хватает залогового обеспечения, они для того, чтобы покрыть полностью залог перед банком, обращаются в фонд Домо. И мы также им помогаем, чтобы они получили полностью свой займ при получении кредита. Таких проектов у нас порядка 8. И утверденные проекты банки тоже находятся на рассмотрении сейчас в фонде Домо на получении гарантии. Отлично. Какие еще льготы и преференции могут рассчитывать наши предприниматели? Льготы и преференции? Я скажу. В программе «Дорожная карта бизнеса», которая действует также у нас сейчас, допустим, во втором направлении существует некоторое ограничение по приоритетным направлениям. То есть предприниматели в таких отраслях, как торговля, допустим, не могли бы получить кредит по данной программе. Что касается программы развития продуктивной занятости, именно в городах Актау и Жан-Аузен, то, что мы курируем, предприниматели могут открыть бизнес в любых направлениях без отраслевых ограничений. В торговой отрасли могут начать свой бизнес начинающие предприниматели. Еще хотелось бы отметить, что количество стартап-проектов по данной программе тоже много, потому что есть определенные условия, допустим, при размещении средств банка второго уровня они должны были к определенной части направить на именно поддержку стартап-проектов. То есть более чем предоставленный размер направлен на стартап-проект, он уже охвачен. То есть много проектов именно идет на поддержку стартап-проектов. А стартап-проекты – это те проекты, реализация которых, то есть с момента реализации от нуля до трех лет, это называется стартап-проекты. Что еще? Вот можно у вас уточнить, Жанар, вы говорили о 18 миллионах, которые можно получить практически за 6% годовых, как я поняла. 8 проектов уже идут на стадии реализации, то есть деньги люди получили. Какие-то направления, какие-то сектора? Деньги люди получили – это область услуги автотранспорта, это область общественного питания, есть, сейчас уточню, вспомнив точнее, мусоровывоз, да, у нас есть услуги по мусоровывозу. Есть у нас мебельный цех, те, кто брали на пополнение оборотных средств. Также есть у нас на открытие кофейни и цех по производству мебели. То есть продуктивное занятость – это мало того, что человек получает деньги, средства в 18 миллионов тенге, ряду с этим он обязан трудоустроить еще людей. Это обязательное условие для действующих предпринимателей, да, то есть не менее одного рабочего места он должен к себе нанять. А идет ли еще конкурс по сбору документов? Могут ли магистралцы сейчас, по истечении 4 месяцев, принимать участие в данной программе? К сожалению, почему-то на нашу область выделили не так много денег. В банках, в наших партнерах уже есть проекты, то есть на остатки сумм, которые они сейчас рассматривают, и на этом, скорее всего, деньги уже освоятся в этом году. Но программа действует до 2021 года, и я очень надеюсь, что мы с начала следующего года будем уже принимать заявки и работать по новым проектам в рамках данной программы. Получается, телезрители, которые заинтересовались данной программой, могут обратиться вам в следующем году. Куда обращаться, что делать, какие документы при себе иметь? Да, они могут обратиться к нам, в фонд Дому. У нас есть Центры обслуживания предпринимателей, как и в других 16 городах Казахстана. Мы находимся по адресу город Актау, 16 микрорайон, здание номер 24. Документы в банках, партнерах есть перечень документов. То есть это не один, два, три документа, это целый перечень. Наши консультанты, которые работают в нашем ЦОПе, они квалифицированно подходят индивидуально каждому проекту, будут объяснять, какие документы нужно предоставить. Также есть услуга по сопровождению проектов. Наша финансовая агент Анастасия Щеголева может вам подробнее рассказать всю процедуру, то есть от того, с какими вопросами приходит предприниматель, какую услугу мы сопровождаем и до какого результата мы можем довести проект сопровождения. Ну, в принципе, за 8 месяцев, точнее, за 4 месяца 8 проектов это весьма весомые результаты. Вот Анастасия Борисовна, как действующий специалист в Центре обслуживания предпринимателей при фонде Домом, можно узнать, в чем особенности вашего Центра обслуживания предпринимателей, потому что в городе есть еще и Национальная палата предпринимателей, и точно так же функционирует аналогичный Центр. То есть название у вас одно. В чем особенности Центра обслуживания предпринимателей, который работает при фонде Домо? Да, добрый вечер, Динара. Фонд ЦОП, Центр обслуживания предпринимателей, в котором мы работаем, у нас там 4 специалиста, которые занимаются консультированием предпринимателям, сбором пакетов документов, структурой сделки. Мы помогаем структурировать сделку, подсказываем нюансы, когда наши клиенты обращаются в банк, это уже готовые потенциальные заемщики, которые обладают уже необходимыми знаниями. Также мы им рассказываем о возможности получения государственной поддержки, в части субсидирования и гарантирования. Жена рассказала, это два инструмента наших основных, которые мы поддерживаем. У нас в Центре обслуживают 4 специалиста, которые имеют очень хорошие квалификации и опыт работы. Обращаясь к нам, предприниматели получают именно ту информацию, которая им необходима. И когда они уже от нас уходят в банки, они идут готовыми заемщиками. Отлично. Наиболее популярные распространенные услуги, которые начинающий, действующий предприниматель может получить, популярные услуги в Центре обслуживания предпринимателей. Самая популярная услуга – это консультирование. При консультировании каждому заемщику необходим займ, средства на осуществление своего бизнеса. Каждый предприниматель, приходя к нам, говорит, как мы можем получить государственную поддержку. Это первый главный вопрос. На него мы, конечно же, даем консультации, рассказываем о инструментах государственной поддержки. Всем нужны деньги предпринимателям на развитие, и мы уже направляем их в определенные банки, определяя именно направленность программы по каждому заемщику индивидуально. То есть вы рассматриваете и предлагаете уже возможные варианты, под которые как раз-таки и попадает программа, под которые пропадает тот или иной предприниматель. Женар, у вас можно узнать, сельские предприниматели, как часто вы работаете сельчанами, и как часто предприниматели, которые реализовывают свой бизнес в районах нашей области, обращаются к вам в фонд. К нам обращаются за помощью, вопросами, консультациями не только жителей города Актау, но и из других районов и сел нашей Мандистовской области. То есть нет ограничений, да? Я хочу сказать, что для предпринимателей, либо населения с предпринимательской инициативой, именно которые находятся в реализации бизнеса в районах, очень много есть приоритетов по программе «Дорожная карта бизнес-2020». В рамках первого направления предприниматели, которые реализуют свои проекты в районах, могут получить помощь в виде субсидирования проектов, то есть наибольшую часть возмещения от государства. Если в городе Актау проекты получают возмещение до 7%, то проекты, реализующие в районах, получают субсидирование, то есть возмещение части процентной ставки до 10%. И опять-таки в районах отраслевых ограничений не существует поддержки бизнеса. Мы понимаем, да, что первое направление – сельское население. Мы поддерживаем любые направления бизнеса, а второе направление – это касается только областного центра. Здесь, к сожалению, есть уже ограничения по приоритетным направлениям. Также хочу сказать, что у нас есть мобильный центр поддержки предпринимателей, то есть есть определенный автобус, такой специально оборудованный, есть консультант. Если сельские предприниматели по каким-то причинам не могут приехать в город Актау за консультацией, то мы едем к ним по графику. Население предпринимателей знает, когда мы приезжаем через местные исполнительные органы. Есть определенное место проведения, либо это будет в автобусе, либо в здании Акимата. Они приходят к нам за консультацией. Мы также консультируем им, даем информацию по мерам и видам государственной поддержки бизнеса. Отлично. Тема сегодняшнего нашего прямого эфира – фонд «Дому надежная поддержка». Наверняка вы поддерживаете не только действующих предпринимателей, но и оказываете, скажем так, толчок для начинающих. Сдаю модель. Если у сельчанина есть идея, вот есть идея для того, чтобы начать свой бизнес, этот бизнес пойдет во благо того или иного села, района или сельского округа, без разницы, что делать? Вот он знает то, что в городе Актау есть региональный филиал фонда «Дому». Что ему делать? Обязательно прийти к нам. Анастасия сказала, что у нас есть специалисты, их немало, их четыре. То есть он приходит к нам рассказывать свои бизнес-идеи. Почему-то многие боятся рассказать свои бизнес-идеи. Их рассказывать нужно. Мы будем стараться вам помогать, потому что из тех слов, либо предложений, которые вы рассказываете, мы подбираем вам программы. То есть если он рассказывает какой-то проект, и он же знает, какой из моих проектов, допустим, мы можем уже подсказать ему, допустим, программу дорожной карты бизнеса. Тем более, если он скажет, что у него реализация бизнеса в Актау, либо в Жан-Аузене, мы автоматом ему предлагаем программу продуктивной занятости, массовое предпринимательство. Он обращается к нам, мы стараемся подобрать ему программу. Мы направляем его в палату предпринимателя для составления бизнес-плана. Специалисты палаты предпринимателей также на безвозмездной основе разрабатывают бизнес-план, возвращаются к нам. Наши специалисты по перечне документов собирают документы. Еще хотелось бы дополнить, что есть в нашем ЦОПе Центр обслуживания населения. Какие-то документы, которые нужно собрать по перечне, можно собрать у нас же на месте. То есть мы, можно сказать, собираем его в полный пакет, пишем собранный письмо в банк и направляем полностью собранный пакет в банк. И мы не работаем с одним банком, мы работаем со всеми банками, которые есть в банке второго уровня. Клиент сам выбирает, с какими банками он лучше работать комфортно. И уже какой банк будет предлагать лучшие условия, с тем банком будет работать сам предприниматель. На ряду с этим, уважаемые спикеры, хотелось бы отметить, что сейчас среди начинающих предпринимателей популяризируются курсы, начинающие курсы предпринимателей. То есть, насколько я поняла, осведомлена, если у человека нет должного сертификата о том, что он прошел те или иные курсы, то есть как вести свой бизнес, что делать, как разрабатывать идеи, то он не сможет защитить свой проект перед комиссией, которые способствуют получению тех или иных денежных средств. Данные курсы, они, по-моему, у вас тоже есть в действии. Да, Динара, я поняла, о чем вы говорите. В рамках, по условиям программы продуктивной занятости массового предпринимательства, начинающие предприниматели, помимо полного перечня документов, которые должны предоставить банк, должны предоставить сертификат о том, что они прошли курсы обучения по предпринимательству. Ну, это как бы является, это же стартап-проект, они только начинают свой бизнес, и это понятно, это нормально. Очень хорошо, что в фонде Дому есть такой проект обучения, называют дистанционное обучение. Это бесплатная площадка для предпринимателей, как начинающих, так и для действующих предпринимателей. Он может зайти по ссылке www.domo.ru, по этой ссылке заходит, там есть, регистрируется по ИИНУ, есть курс предпринимательства, теория. Проходит теорию, проходит практику, получает определенный балл, и уже сертификат у него на руках. Он может зайти в любое время дня и ночи, с работы, с вахты, с учебы, то есть планшет, телефон, ноутбук, любое устройство. Это же не очное обучение, это, можно сказать, заочное, это же дистанционное же. То есть это очень удобно. И такие сертификаты в рамках нашей программы, они тоже принимаются. Это, мне кажется, очень удобное условие для всех, кто хотел бы получить сертификат по прохождению курса предпринимательства. Но разве в базовых, в папке документов, сертификат, наличие сертификата, оно же ведь важно? Оно важно только для начинающих предпринимателей. Для действующих это нет необходимости. Но я думаю, что к данному вашему совету пройти по сайту, зарегистрироваться, ознакомиться, что такое дистанционные курсы. Это очень полезная информация для сельчан, которые находятся очень далеко от областного центра, и они должны воспользоваться данным ресурсом, интернет-ресурсом. Я думаю, да. Уважаемые спикеры, вот можно узнать, с какими финансовыми институтами вы сотрудничаете для развития предпринимательства в нашем регионе? Помимо банков второго уровня. Наверняка вы группируетесь еще и с областной администрацией. С областной администрацией, но мы однозначно напрямую и очень тесно работаем с Акиматом Магистанской области. То есть координатор программы «Дорожная карта бизнеса» это Акимат Магистанской области в лице управления предпринимательства торговли. То есть в рамках этой программы все проекты, которые хотят получить государственную поддержку бизнеса в виде финанс-инструментов субсидирования либо гарантирования проходят через коллегиальный орган, оригинально-координационный совет, на котором принимается решение о предоставлении данных, то есть соответствует ли он требованиям программы либо не соответствует. Может ли получать данные... Кредит, займы, субсидии. Не то, что займы, субсидии. Займы, субсидии ему уже банк выдал. Может ли он получить именно вот эти финансовые инструменты, которые предлагает государство по поддержке бизнеса. Да, мы также сотрудничаем и с Палатой предпринимателей. Они являются операторами не финансовой поддержки. Как я уже сказала ранее, проекты, которые рассматриваются для получения кредита банка второго уровня, требуются бизнес-планы. Для разработки бизнес-планов мы направляем в Палату предпринимателей. Также вот в рамках программы продуктивной занятости есть направление. У нас направление второе направление. По первому направлению работает фонд поддержки сельского хозяйства. Мы как бы в принципе не соприкасаемся. У них свой бюджет, свое направление, и они работают с селами и районами Магнистасской области. По данной программе мы работаем только город Актау и город Женаузин. Насколько мне известно, с начала текущего года и прошлый год тоже, если обобщить, во мне совместно с областной администрацией было реализовано порядка 12 проектов в сфере туризма. Потому что сейчас на самом деле Магнистасская область устраивает очень тонкий акцент, делает на развитие туризма. И в целом могут ли рассчитывать на поддержку люди, имеющие какие-либо идеи в развитии туризма? Вообще, конечно, Магнистас очень такой красивый регион, специфичный регион. У нас есть очень много мест для туризма, да. И, как говорят, богом дан для туризма. И на прошлой неделе присутствовала одна форуме, направленная на обсуждение вопросов, связанных с туризмом. И управление туризмом отметило, что фонд Домо тоже вложил, как бы можно сказать... Лепту внес. Лепту внес в развитие туризма через программу поддержки предпринимателей в сфере туризма, называется Саяхат. Она была реализована в прошлом году. Было выделено порядка 900 миллионов. Было поддержано 12 проектов. Многие проекты успешно реализуются в нашей области. В том числе проект экскурсионно-прогулочный катер, который мы уже, кажется, с августа или с сентября уже видим на берегах Каспия. Это оздоровительный лагерь Фламинго. Он находится чуть дальше из Тигла. На своей памяти, помню, еще проект оздоровительный комплекс еще есть. В общем, это очень такие интересные проекты, которые, мне кажется, тоже социальные проекты, необходимы региону, необходимы для развития туризма. Я думаю, что программа будет иметь свое продолжение, потому что есть актуальность данной программы. Уважаемые спикеры, можно узнать, на что могут именно сейчас, в этот период времени? Понятно, что одна программа началась в августе. В итоге мы уже с вами подвели, что 8 проектов было реализовано. 10, да. 10 проектов было реализовано в рамках. На что сейчас наши телезрители, которые ведут какой-то свой определенный бизнес, либо хотят открыть свое дело, на что они могут сейчас рассчитывать, после нашего эфира, допустим, завтра к вам придут магисталцы и скажут, что вот мы хотели бы открыть свое дело. Какие приоритетные направления сейчас, именно в это время, актуальны для магисталской области? В каким направлениям могут получить денежные средства? Ну, помимо тех программ, которые мы уже озвучили ранее, это наша любимая программа, единая программа поддержки и развития бизнеса, дорожная карта бизнеса 2020, программа продуктивной занятости и массовое предпринимательство. Есть еще другие программы, да, Анастасия, как Дома Оптима. Это альтернативная программа получения гарантирования для предпринимателей, но которая занимается в отраслях неприоритетных для, допустим, областного центра. Какие это отрасля, примеры? Ну, допустим, это может быть та же торговля. То есть предприниматель не входит в этот приоритетный отрасль по дорожной карте бизнеса, но он хочет получить кредит, и у него не хватает залога обеспечения. Он может обратиться к нам, мы ему даем гарантию, и он спокойно получает свой займ. Также сейчас идет очень такой, можно сказать, актуальный вопрос получения жилищного займа, да, жилищного кредита. И у нас тоже есть программа поддержки предпринимателей, которые задействованы и реализуют свои проекты в строительной сфере. Нор-Лежер. Нор-Лежер, да, вы правы, Динара. Вот, это тоже очень интересная программа, в которой есть очень много интересных моментов, необходимых предпринимателям для того, чтобы они реализовали свои проекты. Анастасия Борисовна, вот можно узнать, что это за программа, и как все-таки предприниматели, застройщики могут получить финансовые средства? Я поняла ваш вопрос. В 2016 году, в декабре месяце, правительством была утверждена данная программа. Выделены средства со стороны государства на развитие именно жилищного строительства. Строительство, как отрасль, для нас не было приоритетным направлением. И в этой связи для строителей, для строительных компаний разработана такая программа Нор-Лежер. Участники программы – это застройщики, которые занимаются жилищным строительством. Жилищие, под жилищем подразумеваются многоквартирные дома. То есть мы поддерживаем предпринимателей-строителей. Каким образом? Мы предоставляем им субсидии. Субсидии в размере 7%. Например, они обращаются в банк, берут кредит. Например, под 15-16%. Мы закрываем 7% годовых. Ежемесячно на безвозмездной основе государство оплачивает вместо предпринимателя в банк эти проценты. Тем самым для предпринимателя кредит обходится в 8-9% годовых. Это минимальные получаются. Да. Также, когда строительная компания, жилищная строительная компания является участником госпрограммы, она не оплачивает комиссию за предоставление займа и за рассмотрение заявки, что очень комфортно для наших предпринимателей. Какие-либо сборы они отсутствуют. Что касается срока субсидирования, то он на 3 года выдается кредит на 3 года, и 3 года государство оплачивает вместо предпринимателя. А максимальная сумма? Максимальная сумма неограничена. Неограничена. Все зависит напрямую от залогового обеспечения. На сегодняшний день наши партнеры банки второго уровня выдают займ под залог недвижимости, а также иные залоги в виде спецтехник, оборудований, но основное это залоговое обеспечение и недвижимость. Предприниматель занимается жилищным строительством, он определяет общую стоимость проекта своего, комплекса, либо дома, и смотрит, сколько он может предоставить залоговое обеспечение. То есть сумма займа напрямую зависит от залогового обеспечения, которое может предоставить банк предпринимателя. Отлично, Анастасия, вы вводите информацией с начала года, либо за период действия данной программы. Сколько всего по Магисталской области к вам обратилось застройщиков? У нас в регионе порядка 40 строительных компаний, которые осуществляют жилищное строительство. Все мы знаем и видим, как 30-й, 35-й, 34-й микрорайоны расстраиваются, и там бурным ходом идет строительство. Играют на микрорайон. Да, порядка 40 компаний у нас занимаются стройкой. Порядка 20 компаний – это те компании, которые в проекте сейчас, которые строят на данный момент. С нашей стороны охвачены все строительные компании. Мы провели колоссальную работу по информированию этих строительных компаний. Мы проводили семинары, круглые столы, мы выезжали на строительные объекты, мы приезжали к руководителям строительных компаний и предлагали им такие возможности. Потому что эта программа новая, она запустилась только в конце 2016 года. После всех утверждений мы активно действуем в начале 2017 года. На сегодняшний день у нас в банках второго уровня на рассмотрении три проекта. Это три строительные компании, которые строят. Одна в 17-м микрорайоне, другая в 32-м микрорайоне и в 16-м микрорайоне. Три объекта. Эти объекты сейчас на стадии завершения. Кто-то 50% построил, кто-то 70% построил. По условиям программы, пока жилище не введено в эксплуатацию, этот общий комплекс, предприниматель может обратиться в банк за получением кредита. И, соответственно, мы сможем осуществить ему поддержку в виде субсидий. Эти данные, проекты на рассмотрении в банках, мы ожидаем, что их одобрят. И эти предприниматели смогут получить государственную поддержку. В принципе, по программе весьма выгодные условия. Если из 15-ти 7 перекрывает, скажем так, фонд Дому при поддержке государства, то это очень интересно для самих предпринимателей. Очень бюджетно. Бюджетно и выгодно. Можно узнать, как обстоит ситуация с молодежным предпринимательством? Оказывается ли поддержка начинающим молодым стартаперам? Оказывается, поддержка. Есть тоже инструменты, они одни и те же. Тоже субсидирование и гарантирование. Стартап-проект может получить сумму кредита до 20 миллионов тенге. Поддержка может оказаться в виде гарантирования. То есть молодой начинающий предприниматель хочет получить кредит, также обращается к нам. У него нет залога, допустим, нет квартиры, там, либо другой недвижимости. Но он может накопить, либо занять 15% от суммы проекта, остальную часть, 85% от суммы кредита мы даем свою гарантию. Таким образом, уже с полной обеспеченностью займа, этот стартап-проект обращается в банк за получением кредита. Ну и, конечно же, когда он получает кредит, то получает возмещение части процентной ставки в виде субсидирования. Опять-таки, если это город Актау, это 7%, если это район, это 10%. Отлично, я благодарю вас. Уважаемые спикеры, если вам есть еще что добавить? Мы приглашаем всех предпринимателей и населения с предпринимательской инициативой к нам в Центр обслуживания предпринимателей. Мы будем стараться вам помочь, подобрать вам нужные программы, чтобы вы открыли свой бизнес, чтобы мы тем самым помогли развить бизнес именно в нашем Анистасской области. Уважаемые гости, я благодарю вас за участие в проекте «Резонанс». Говорили мы сегодня, уважаемые телезрители, о фонде «Дому», о том, что фонд «Дому» на сегодняшний день оказывает весьма надежную и значимую поддержку для развития бизнеса в Анистасской области. С вами была Дина Роман Ругалиева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова